Трое года назад у меня было испытание здоровья. Долго не понимала, но сейчас всё хорошо. Вчера на лекции были? Да. Делайте всё, что там написано, что сказано. Схема вот уложится, я первый раз просто слышала бы эту схему. Вот. Я такая гневливая, на самом деле. Сильное статическое напряжение, нехватка энергии воды. 30% от 100 нехватает энергии воды в вашем организме. То есть называется уже начало истощения. Очень высокая чувствительность, она идёт не только в здоровье, а также в работу. Поэтому вам очень трудно работать, всё раздражает, тяжело. Это нехватка энергии воды. Если вы не будете это делать, эти практики, то дальше качество жизни будет очень низким. Ничего не сделаешь. Вот я из-за того, что я не люблю, я не прижимаю, я подравляю. Понятно. Если женщине плохо, то кому будет хуже, догадайтесь, трёх раз. У него муж страдает. Однозначно. Он хороший, старается работать. Женщине, если плохо, у ней так психика устроена. Если ей плохо, мужу будет ещё хуже. Потому что она считает, что он должен делать так, чтобы ей было хорошо. Вот у неё так психика устроена, у женщины. Она уверена, что он обязан сделать так, чтобы ей было хорошо. Поэтому она будет его третировать, если ей плохо. Уничтожать его психику. Поэтому займитесь своим здоровьем, он вам не поможет в этом. Я хотела у вас совет и спросить по стратегии, чтобы у него был рост благополучия. Не надо замолчать. Вот стратегия, мои хорошие, такая. Вот вы все, если хотите кому-то помочь, всегда есть три этапа. Первый этап. Сначала помогите себе. Не поможете, вы не сможете влиять на ситуацию. Никак. Потому что у вас не будет ресурса для этого. Потом второй этап. Установите с человеком правильные отношения на основе доброты. Это надо лекции по семейной жизни уже слушать. Добрые отношения установите с мужем. Когда сила будет? Сейчас силы нет. Ничего не установят. И третий этап уже, помощь ему идет уже. А я могу сказать насчет стратегии, только вы ему сейчас передать ее не сможете. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы мне подробнее можете сказать? Он человек умный, он всегда знает все, как надо делать. Зарабатывает, в принципе, неплохо, но не бедствует. Вы спросите вопрос, мне не надо рассказывать ничего. Должна ли я ему идеи подавать или всегда свои желания? То есть, когда он, когда я ничего не хочу, ничего не подсказываю, у нас ничего не двигается смесь. У него очень слабый Юпитер. Это означает, что он не знает перспективы деятельности. Ему очень опасно брать деньги в кредиты всякие на бизнес. Он может очень сильно прогореть. Он абсолютно не ориентируется в том, как развивать свой бизнес или деятельность свою. А у вас великолепно стоит Юпитер. Вы очень видите, чувствуете, как развиваться в деятельности. И ваше обязанность ему по-доброму доносить это. Но вы должны понять, что донесение до человека информации – это целый путь, который надо пройти. Сначала надо принять судьбу, то есть самой успокоиться. Принять судьбу. Относиться спокойно к его вот этой проблеме, что он не может сам понять. Прежде всего, надо энергетически восстановиться вам, встать, чтобы было силой это всё делать. Потом дальше научиться правильный подход к мужчине делать. В частности, мужчине не надо давать советы никакие. Надо всегда принимать его точку зрения по-доброму, соглашаться. И просто можно намёками, допустим, говорить, а вот некоторые считают, что вот так, или, а мне вот кажется, вот так, объясни мне. То есть вскрывать его точку зрения постепенно, приводить его к правильному пониманию вещей, потому что быстро мужчину не подведёшь. Нужно время. Он должен сам разобраться во всём сначала. Он не как женщина. Раз, принял всё и всё. Нужно время ему. Поэтому это целый путь. И у меня есть лекции по семейным отношениям. Там описывается, как женщина может воспитывать мужа. Вот поизучайте эти вопросы. Но, ещё раз повторяю, сначала надо с собой разобраться, потом отношения установить, а потом заниматься уже вопросом стратегии развития мужа. Принципиально я вам ответил, что у него нет возможности по судьбе развиваться. Потому что у него есть возможность взаимодействовать с людьми, текущий вопрос деятельности решать. Но у него нет возможности вкладываться в развитие. И принимать решения на будущее. Особенно опасно иметь дело с займами всякими и так далее. Потому что он сам такие решения вообще не должен в жизни принимать. Это разрушит его финансовую основу в вашей семье. Сейчас про строительное думают. Ну, декорирование в бизнесе. Я остановился, но боится как бы. Я тоже его не поддерживаю, чтобы... Если он сам будет принимать решения по вкладыванию денег без помощи вас, то это 100% что он летит на деньги. Вот 100%, не 99% даже. Мои хорошие, ваша жизнь в ваших руках. Я могу вам простые формулы... Вчера я много очень глубоких вещей говорил, которые, может быть, трудно понятны. Я могу вам простые формулы говорить. Простые формулы. Долгая жизнь означает аскезы. Здоровье и хорошее ощущение от жизни означают аскезы плюс природа. Не хотите аскезы совершать, долгой жизни не будет. Не хотите аскезы плюс природа, никакого счастья, внутреннего ощущения счастья у вас не будет в жизни. Усталость, замученность, это всё идёт от природы. Счастье от квартиры не идёт. Вы можете вложить в неё кучу денег, сделать себе супер-гипер-крутую квартиру. Всё равно счастья не будет. Счастье идёт просто от природы. У меня клуб «Лагость» в Москве, они... Вот здесь тоже хорошо, молодцы. 15 человек где-то со мной бегало. Ну, потому что экстрим, может, больше было. А в Москве бегает по 50-60 человек. И со мной купалось в проруби в Москве, там минус 10 мы бегали. Бегало 50 человек, а купалось в проруби человек 30, наверное. Я, Олег Геннадьевич, благодарю вас за возможность обратиться. Меня к вам страна моя приела, вы ей очень помогли однажды. Она в другой стране живёт. И вот она меня рекомендовала у вас совета. Дело в том, что сейчас я в такой ситуации оказался, что не знаю, как двигаться дальше в жизни. Старая деятельность, всё, я прекратил. И вот я с прошлого семинара вашего здесь начал заниматься по вашим рекомендациям. То есть день мой с полпятого утра начинается. Аскезы какие-то, возможно, делаю. Я хотел бы, чтобы вы меня сориентировали. В каком направлении мне двигаться дальше? Ну, какие варианты есть у вас? Ну, какую работу найти такую, чтобы весь свой потенциал использовать? Я не знаю, в каком направлении, в какой свете? Только если вы будете говорить варианты. Господь открывает мне в сердце ответ. Ну, мне хотелось бы иметь возможность состояться так, чтобы и помогать, и поддерживать сестре. У неё трудная ситуация тоже там с дочерью. Помогать уже маме там. Хорошо. Чем занимался вариант? Ну, занимался я, скажем так, я так понял из ваших лекций, таким бизнесом не очень. Алкогольным торговал. Ну, торговал, торговал, ничего страшного. Ну, привело меня к нехорошим последствиям. Это понятно. Начал, пристрастился к этому. Это понятно, что если имеешь дело с зелёным змеем, то он тебя тоже кусать будет, значит. Ну, вот два года я уже все отношения с этим прекратил, уже прекратил всё общение с прошлыми друзьями, отказался... То есть, ваша природа торговать, да? Вам надо чем-то торговать. Сейчас я пробую себя на фондовом рынке, уже неплохо получается. А ещё какие варианты? В юридической сфере? Нет. Торговля, торговля. Юристами торговать, что ли, юридически? То есть, торговля, торговля, юристы-то, вынослуга нет? Да, да, нет, не важно. Ещё варианты. Ну, как бы в фондовом рынке у вас получается. У вас проницательность сильная, Юпитер сильный, Меркурий. Вы понимаете, как это работает. Но фондовый рынок – это что такое? Это когда ты берёшь своё благочестие, которое у тебя есть, и его вытаскиваешь наружу с помощью интуиции. Благочестие кончается, деньги кончаются. Ну, то есть, новенького ничего не делаете вы. То есть, вы не создаёте полезную пользу, людям не приносите, поэтому деньги идут из того, что у вас уже накоплено с прошлого. Ваши добрые дела через это реализуются. Вот если фондовый рынок плюс инвестиции, которые принесут пользу людям… Да, очень хочется этого. Вот тогда это уже доброе дело. То есть, вы берёте, вытаскиваете деньги из этих фондовых всех пространств и потом вкладываете в доброе дело, которое бы выстрелило. Потому что очень много добрых начинаний не выстреливают. Потому что доброе начинание делать всегда очень сложно. Вот, например, если открыть, допустим, магазин какой-нибудь интим, вообще несложно. Да, поторговать пороком легко. Да, вот. Или алкогольную лавочку поставить несложно. А вот открыть больницу и её развить очень сложно. Или школу частную сделать нормальную очень сложно. Очень сложно. Или, допустим, сделать какой-то фонд, какой-то для помощи, там, каким-то инвалидам – всё это требует огромных усилий. Любая деятельность направлена на благо людей. Очень тяжёлый труд. Ну, вот в эту сторону надо идти. Вот я вот по поводу сестры моей, она живёт в Израиле. И она сейчас говорит, вы ей порекомендовали там учительскую деятельность. Ей нужен администрат. Вот я бы этим хотел бы тоже как бы попробовать заниматься. Что, в Израиле? Ну, если Бог даст. А что, если сестра там, что вам Бог не даст? Вот школу, вот создать бы школу для вот таких детей, как она, аутистов? Знаете, когда туда приезжаешь, в Израиль, там, прямо в Бен-Гурионе, в аэропорту, там есть такая надпись на иврите. Неумствуют здесь все евреи. Когда туда приезжают люди, в Израиль, они здесь очень круто могут себя показать. Но там все евреи. Там очень разумные люди. И там конкуренция дикая. И там очень трудно быть сильным, реализованным человеком. Те люди, которые здесь очень сильно себя чувствовали, там чувствуют себя слабее намного уже. Потому что очень разумные люди окружают им. Очень сильная борьба за выживание. Тяжело. То есть, есть шансы у меня, да, вот в таком направлении действовать? Вот именно школы какие-то? Школа, да. Да, Венера сильная. Обучение, образование, да, да. Но в Израиле вы хотите? Не обязательно. Во-первых, в Израиле вы не сможете жить, потому что там очень жарко. У вас есть определенные сложности с этим. И если вы там, ну, осенние, зимние, весенние месяцы сможете быть, но летом вы там не будете выдерживать. А работать надо же круглый год. Я вот там с осенью-то и был всегда. А? Осенью я там как раз и был всегда. А осенью там нормально? Да. Осень не показательное время для того, чтобы понять, сможешь там быть ты или нет. Ну и здесь у меня вот мама сейчас в частной школе работает, тоже очень нравится. О, вот это уже хорошее, хорошее направление. У меня и в голове-то появилась мысль. Вот если вы ее будете в школу развивать, это благородное дело, и деньги на фондовом рынке брать, и в школу вкладывать. Вот тогда схема срастается уже, и вы тогда сможете благородно жить, для Бога все делать. У меня, вот прямо вы мои мысли читаете, у меня так и было, вот, говорю, на фондовом рынке развиться, и оттуда брать деньги, и вкладывать их. Вот прямо вот вообще, как я думаю, и все. Вы прямо мои мысли читаете, что я ваше мысли читаю. Все прямо, как вот я хотел. И вельские крови. Спасибо большое. Очень вдохновили. Ладно, хорошо. Ошучился, родился. Ладно. И что там, ребенок поднимает руку? Мать. Мать? Мать с ребенком без очереди, давайте. Беременным женщинам, женщинам с детьми. Приветствую всех. Благодарю вас за возможность задать вопрос. Ситуация в следующем. У меня ребенок, замечательный сынок. Но, к сожалению, так случились обстоятельства, что я развелась с его отцом. Обиделась, обиделась сильно на него? Что-то обиделась зачем-то. Да, очень сильно. А что он сделал такое, что вы так обиделись прямо? Это когда было? Два года назад? Развелась, да. Два года назад. Что вы обиделись на него так сильно? Он очень сильно загонял семью. Нас в рамки. Загнал семью в кредиты. Неразумно себя вел, да? Да, да. Не слушался вас? Ну, есть обязанности мужские, есть обязанности женские. Я понимаю, поэтому говорю, не слушался. У вас есть разум, понимаете, как правильно с деньгами обращаться. Он бездарно себя вел в этом плане, да? А вы на него злились? Ну, я терпела максимально долго, потому что я... Потому что у вас небольшие веслы есть, да? Женщины с веслами есть. У вас немножечко так. Не кидайте, вы че. На самом деле с 2006 года. Прямо мне, да? Да, это дорожная дорожность высшего качества. Высшего качества, да, качественная. Ну-ка дайте мне че-нибудь бросаться-то. Че, вот качественная такая девушка пришла. Как минимум ей надо... Медоринки попадать? Ну да, медоринки. Возьмяк. Не, вон те вон побольше. Вот эти? Да. Они такие жирные. Жир. Так, где девушка эта, которая... Которая? Которая мне это... Качественная. Вы? Которая качественная. А, качественная, вот. Во, какая! Поймала, молодец. Отлично. Спасибо вам за подарок. Счастье вам. Вы прямо угадали. У меня жена обожает термосы. Она такая, как бы... Любит из термоса пить все время. Че-нибудь тепленькое. Сердечный привет за вас. Спасибо. Можно продолжить или... Ну, ну, че, ну... Убежала от мужа или прогнала его? Ну, на самом деле он сам ушел. Так обстоятельства служили, что... Виноватая я, да? Ну, да. Я захотела внутри, а он это фактически сделал. Вот так женщины делают. Мужчины, имейте в виду. Да. Как в аптеке, на самом деле. И даже по датам сошлось. Ну, я что хочу сказать. Я полтора года надеялась и думала... Рассчитывала на его благоразумие. И, как бы, процесс развода не запускала юридически. Но все-таки все было безнадежно и все хуже и хуже. Ну, он неразумный мужчина, к сожалению. Лучше бы вы не уходили, а его воспитывали по-доброму. Вы тактику неправильную с ним выбрали. Есть вот люди, которые понимают, а есть, которые не понимают. То есть, если не понимают, надо с ними аккуратненько как-то. Вы поймите, вот женщины, дорогие мои, вы если с мужичком, как бы, расстаетесь, вы своего, своего родного мужичка, который вам Бог дал, а мужичков здесь все меньше и меньше на земле нормальных становится. Сейчас всех нормальных убивают. Вот. Вы своего родного мужичка отдали чужой бабе. И с какой стати это сделали, непонятно. Просто обиделись. Смысл какой в этом? Ну, мне казалось, я приняла решение... Вам всем очень сильно кажется, что вы найдете себе получше. Это такое безумие. Половина мужичков спиваются, другая половина деградирует, третья половина заняты. Вот. Свободных нормальных вообще нет. Как бы, на что вы рассчитываете, вообще непонятно. Вот вы очень странно себя ведете. Женщина — это лучшая половина человечества, мужчина — худшая. И мужчине, если повезет, он развивается, не повезет — деградирует. Вы все хотите тех, которые развиваются. А их очень мало. И при этом чуть-чуть, и он не так что-то начинает делать, вы раз с ним расстались. А что вы рассчитываете, я не понимаю вообще на этой земле. Очень сильные амбиции у женщин на то, что они как бы смогут себе что-то найти еще. Это очень странно. На самом деле у меня амбиций никаких не было, я расписала ребенка, потому что он уже негативно очень сильно влиял на ребенка, устрашенные вещи делал. Ну, что ведь отдельно по-доброму ведите себя, ставьте условия. Зачем разрушать отношения? Сейчас более-менее нормальные отношения как бы стараемся поддерживать, но его периодически заносит. Ну как, то есть мы как отец-мать. И его периодически заносит. Возвращайте своего мужичка назад. А если этого не сделать, то возможен такой вариант? Потому что слишком много времени, я должен переставлять. Да, возможно, конечно. Как? Конечно, 7 лет одиночества. Вот. В течение них 3-4 человека будут периодически в вашей жизни приходить, уходить. Как в песне «Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете, и постоянные не те». Вы в иллюзии сейчас находитесь? В иллюзии. Как многие женщины. А вот проверите мои способности, предсказывает судьбу, кстати. Некоторые люди проверяют, потом говорят, Олег Геннадьевич, вы были правы. Но жизнь-то вы свою будете жить, а не мою, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому мужичка своего оставляйте с собой. У вас тактика неправильная была с него воспитывать. Надо было по-доброму, потихоньку ему объяснять, объяснять. И он постепенно поймет. Он в целом не злобный человек. Он поймет. Просто он туповатый. Вот какого Бог дал, такого дал. Что делать? Ну вот, я, суть-то на самом деле, вопроса моя состояла в том, что сейчас ребенок у меня ведет себя так, начинает вести себя не вне адекватности, так же, как он. Я понимаю, что... А это уже наказание вам Богом. Вы хотели убежать от своей судьбы, а она вас догнала. Я-то готова это все перетерпеть. Но, как бы, мне, вот маленькому человечку важно... Моя хорошая, возвращайтесь назад к мужу. Пока не поздно. У вас еще полгода есть. Под своим мужчиной сидит. Это он? Это... Это он, это он. Это не он. А кто-то другой? Да. Да? А вы о чем мне не сказали? Ничего. Я-то же не успевала вставить... Я не успевала? Ладно, мне тут мозг-то заговаривает. Нет, и... Мы-то обрабатывали по ребенку. Ну, вот, кстати, прекрасный мужчина, и... очень вас обожает. Ну, я не знала, что поведется разговор, я хотела про ребенка спросить. Ну, мы сейчас очень, на самом деле, стараемся, понимаем, что надо работать над собой, и если где-то ты вопрос какой-то не отработал, то... Ну, ты в любом случае не убежишь от своих задач, которые перед тобой стоят. Их в любом случае надо отработать. И, собственно, да... Вы можете остаться с этим человеком. Через полтора года у вас будет очень жесткое испытание. Оно связано с тем, что вы незаслуженно бросили своего мужа, вы его предали. Вот. И за это вы будете наказаны. Если вы это испытание вдвоем не пройдете, то вот этот мужчина хороший, который сидит рядом с вами, от вас жестко уйдет. И вы будете одна потом. Столько, сколько я сказал. Это с момента расставания считать, да? Нет, полтора года включены. Ну, вообще, вот, да, у нас тема лекции интересная. Мы же говорим о методах преодоления судьбы, да? И совершил ошибку. Методы преодоления судьбы показал Моисей, когда принес скрижали, которые Бог на камне высек. Для того, чтобы не было сомнений в том, что он сказал. И мы знаем, что дальше произошло. Часть евреев не выполнили то, что там написано. Все они погибли. Это было, я не знаю, несколько тысяч человек. Причем погибли сразу. Складывается впечатление такой очень жесткой... Вот, вот я и говорю, не лезьте туда, где жестко. Потому что есть вот жизнь, где не жестко. Понимаете, есть же тюрьмы. Вы говорите, скажите, что очень жестко, когда вас повязали и ведут в тюрьму. Ну, чего вы лезете туда, в эту зону? Если жестко связано с государством, там работают налоговые инспекции, всякие там, и всякие структуры государства. А есть и у Бога такие жесткие службы, которые не позволяют разрушать семьи, обманывать близких, предавать. Это все жестко очень. Что сделать? Я не придумывал эти законы. Вы к Богу сходите в храм, поговорите с Ним на этом. Я вам говорю, оставайтесь вместе. Но вас предупредил, я предупредил, что все будет жестко. И посмотрите, как действуют законы Бога. Вы хотите сейчас хитро их обыграть, ничего не получится. Или раскаивайтесь полтора года. И самое главное, что вы должны сделать, вы должны своего мужа успокоить настолько, чтобы он принял вашу позицию. Это будет непросто сделать. У меня есть одна родственница, она бросила мужа своего. Хуже, чем ваш был. Вообще не Алешный. Но он ее ждал много лет. Пока он ее ждал, она с одним связалась, ничего не получилось. Все развалилось там. Потом со вторым связалась, когда начала разваливаться со вторым. А она такая терпеливая, старалась, ждала. Она уже не знает, что делать. Она в тупик жизни вошла, зашла. Она говорит, Олег, ну что мне делать, объясни мне. Я говорю, он тебя ждет, тот первый, от которого ребенок ждет. Вот пока он тебя ждет, никакого счастья у тебя в жизни не будет. На чужих костях счастья не построят. И она начала с ним по-доброму себя вести, общаться, разговаривать. И он сказал, ладно, я тебя понял, спасибо тебе. И все, у нее все наладилось. Конечно, крайне сложно. Сама выбрала такой путь, моя хорошая. Надо заповедь-то изучать и понять, что законы никто не отменит никогда Бога. Вот законы страны, там власть, допустим, где-то поменялась, законы поменялись, все меняется в этом плане. Там-то царская власть была, потом Ленин пришел, законы другие стали. Вот. Законы страны меняются. А вот законы Бога меняются никогда. Никто их не сможет поменять. И исполняют его ангелы Божьи, эти законы. А они, против них вы ничего не сделаете. Они вашу судьбу очень легко как бы решат вопросы вашей судьбы. Поэтому вот заповеди изучайте и следуйте им. Иначе будет жесть, как вы правильно очень сказали. Жесть иначе будет. Вот чтобы жести не было, надо сейчас исправлять ситуацию. У вас еще полтора года есть. Ну и, соответственно, если там исправить ситуацию, то и ребенка лучше дела пойдут, да? На что его не будет. У меня такое ощущение, что иногда у него какие-то демонические сущности просыпают, и он сам говорит, мама, у меня демон какой-то. То есть он неадекватно себя ведет резко. Вы разумная женщина. Когда женщина совершает грех и входит в новые отношения, то всегда у всех женщин на земле расплата идет через ребенка. Страдают дети от нашей глупости. Дети. Потому что семья для детей создается, не для родителей. И дети же и будут страдать от нашей глупости. Мы-то думаем, это моя семья, я решаю, для себя решаю. Нет, мои хорошие, семья не наша, семья для детей. Она заранее планируется для этого ребенка. Если человек, его семью разрушает ребенка, то ребенок и будет страдать. Ну, если отработать и договориться, ну, грубо говоря, да, чтобы вот наладить вот эту ситуацию, то и ребенку станет легче. Ребенку сейчас надо, чтобы стало легче, надо читать методичку и делать все, что там написано. У ребенка очень сильное статическое напряжение. Динамическое напряжение развивается тоже. Статическое очень сильно уже сейчас. Это все действует на последний психический слой, на пятый, по крайней мере, блок статического напряжения на пятом слое. Это нужно в бассейн два раза в неделю входить в 28 градусов. Нужно инверсионный стол покупать, чтобы висел кверх ногами 17 с половиной минут доходить до этого знаменателя четыре раза в неделю. Нужно с ребенком прогулки делать длительные, чтобы динамическое напряжение убирать. Тогда ребенку станет легче. А не то, что вы там что-то когда-нибудь сделаете, и тогда ему станет... Может быть, к этому времени могут быть неприятности у ребенка большие уже. Зачем это ждать? Нужно, если есть болезнь, надо ее лечить. Я не отношусь критично к вашей ситуации. Я вижу вашу ситуацию с мужем, как вам было тяжело. Вот. Вы, ну, еще раз повторяю вам, что вы выбрали неправильную тактику. В этом ваши проблемы с ним. Вы его пережимали, давили на него, злились, а он не такой человек, так с ним не получится. Потом вы психанули, потом вы мне много чего не рассказали, что я и так вижу, не буду сейчас это все вскрывать. Но скажу вам одно, что то, что он, ну, вас не слышал, не является основанием для того, что вы сделали. Вот. Это просто вы должны понять этот момент. И даже то, что вы слушаете оба мои лекции, тоже не является основанием. Вот у меня, допустим, есть 9 друзей. Ну, я 30 лет читаю лекции. В разные периоды они появлялись, которые читали лекции. И все они сделали одну и ту же ошибку. Они бросили жену, которая, как по их мнению, не дотягивала до их уровня. Они сначала начали читать лекции, потом большой уровень у них появился, естественно. Вот. Появились последователи, а потом дальше они все побросали жен и нашли все слушанителей лекций. Все они пострадали из-за этого. Кто-то ушел из духовной практики, кто-то деградировал, начал. Все они потеряли силу духовную, перестали быть успешными лекторами. Все это. Кто-то потом выкарабкиваться начал через годы. Кто-то вернулся назад жене, и Бог дал возможность дальше двигаться вперед. Разные истории. Суть одна. Разрушение семьи карается Богом очень жестко. Если человек решил себе улучшить положение жизненное, сделать себе получше жизнь, повозвышение даже за счет изменения близкого человека, то есть одного оставил, другого взял, то Бог на это будет реагировать очень сурово. Предупрежден, спасен. Вас есть полтора года. Вперед. Вы подумайте, стоит вообще поднимать руку на теле Геннадьевича. Он набегался, силы много, начал пророчествовать. могу мол, мол об Субтитры создавал DimaTorzok